Эфир телеканала ННТ продолжает новости Дагестан в суде Зухра Алиева. Здравствуйте, и вот о чем мы расскажем в выпуске. Чужие ошибки могут стоить кому-то жизни. 21-летний сотрудник правоохранительных органов спровоцировал ДТП с летальным исходом. Где провести отпуск или выходные? Многие задаются этим вопросом. Аэропорт Махачкалы назвал пять самых популярных у дагестанцев направлений. Какие? Смотрите в выпуске. Из Дагестана до Мекки за 65 дней. Каспичанин Рашид Раджабов решил дойти пешком до священных земель. Наши корреспонденты встретились с паломником. Место соревнований попал под санкции. Адул Рашид Садулаев не допущен к олимпийскому отбору в Баку. В Дагестане 21-летний сотрудник правоохранительных органов спровоцировал ДТП с летальным исходом. Авария произошла этим утром на федеральной автодороге в Дербинском районе. По информации МВД Республики, полицейский на автомобиле «Лада Гранта» столкнулся с машиной ВАЗ. Страж порядка проехал перекресток на красный свет светофора, когда водитель второго авто выезжал на главную дорогу. 42-летний мужчина скончался на месте от полученных травм. Его двое пассажиров, а также полицейские попали в больницу. По результатам освидетельствования, на момент ДТП он был трезв. Руководство МВД по Дагестану назначило проверку. Более 220 тысяч тонн импортной продукции завезено через Дагестан с начала этого года. Управление Россельхознадзора по республике проконтролировало ввоз около 13 тысяч партий овощей, фруктов и ягод из Ирана, Турции и других стран. Товар проходил через пункты пропуска Яра Казмоляр, Тагеркент Казмоляр, железнодорожные станции Дербент, а также на складах временного хранения Виадук. В ходе проверок за указанный период были обнаружены четыре вида карантинных вредных объектов. В целях защиты от заноса и распространения опасных вредителей продукции отправлены на фитосанитарное обеззараживание. Мэрия Махачкалы прокомментировала демонтаж балясин и распил деревья в парке имени Сулеймана Стальского. Это бетонное ограждение не представляет собой исторической ценности. Привычная для махачкалинцев конструкция с 70-х годов не сохранилась до наших дней, потому что была заменена на аналогичную более 30 лет назад. Балясины были изрядно изношены, частично разрушены и требовали ежегодного ремонта. Поэтому на их месте было решено возвести новые из мраморной крошки, которые по внешнему виду будут идентичны старым. Что касается деревьев, спилены только аварийные. Вместо них специалисты посадят 300 дубов, платанов, каштанов, ясеней, кленов, лип и багрянников высотой от 6 метров. Территорию также украсит сиреней и 250 тысяч цветов. Аэропорт Махачкалы назвал пять самых популярных у дагестанцев международных авианаправлений. Наибольшим предпочтением у жителей республики пользовались Дубай, Стамбул, Баку, Джидда и Шарджа. А востребованными маршрутами внутри страны стали Москва, Санкт-Петербург, Сургут, Казань и Сочи. Вырос на 3,7% и пассажиропоток. Услугами авиакомпании воспользовались почти 523 тысячи человек. Отметим, что такие данные воздушная гавань предоставила по итогам своей работы в первом квартале этого года. Священную Мекку пешком из Каспийска. Такую грандиозную задачу поставил перед собой дагестанский блогер Рашид Раджабов. Протяженность маршрута до Саудовской Аравии составит около 4000 километров. По дороге мужчине предстоит пересечь границы Грузии, Турции и Ирака. Что или кто вдохновил Рашида отправиться в святые места именно таким путем, узнавал Курбан Рагимов. Рюкзак весом 35 килограммов, папаха на голове и вывеска с Меккой. Этого путника можно узнать сразу. Большое желание исполнить мечту и повторить путь предков. Это то, что вдохновило отца двоих детей Рашида Раджабова отправиться в столь дальнюю дорогу. А пример пожилого мужчины из Узбекистана, который поехал в хадж на инвалидной коляске, привел его к окончательному решению. И провожая его, я увидел, что в каком он положении, и даже он, не имея здоровья, добирался в хадж. И я решил, как бы Всевышний дал мне все для этого, есть здоровье, есть все. И поэтому я также решил осуществить свою мечту, я ни разу не был в хадже. И вот решил также совершить хадж, пойти именно пешком, чтобы больше получить удовольствие Всевышнего Аллаха. Все, весь комфорт, все оставил, вышел такой путь, что я захотел, вот именно пешком, чтобы побольше побыть со Всевышним, побольше поминать Всевышнего Аллаха, побольше делать салават, побольше делать зикр. Весь свой путь блогер-миллионник транслирует в соцсетях. Поддержка колоссальная. Люди зовут на ифтары, предлагают помощь, проезжающие просто желают удачи. На путь до Мекки, а это почти 4000 километров, уйдет несколько месяцев. Рашид признается, что идти тяжело, болят ноги и плечи, но он будет терпеть до победного. Некоторые друзья-блогеры решились разделить тяжесть этого пути вместе. Увидев его сумку огромную, я сейчас немного ее потащил, 35 килограммов, вот эту сумку, я подумал, ну хотя бы какое-нибудь расстояние ему облегчить эту дорогу, так как дорога тоже немаленькая, до туда добраться, это дорога одна. Ну, столько трудностей, наверное, да, мы не знаем, например, да, как, что и с чем он столкнется, да, и Аллах, конечно, чтобы ему и дорога облегчилась. Если каждый человек сплоченно на каких-то отрезках будут ему помогать, я думаю, ему намного легче будет дойти, да, до туда. Через раз, через два машины сигналят, останавливаются, фотографируются, каждый там предлагает свою помощь, кто-то пакет с едой. Начал путь Рашид из Каспийска. В Рамадан идет в основном днем, вечером находит приют в мечетях. К примеру, Ифтар провел в Кизелюрте, набрался силы и продолжил дорогу. Следующая остановка – Хасавюрт. Далее по маршруту – Чечня, Ингушетия и Осетия. Для попадания в Мекку паломнику предстоит пересечь границы Грузии, Турции и Ирака. Азербайджанская граница закрыта, поэтому я иду через Грузию. Дорога очень длинная, и также сумка очень тяжелая, но мой путь, можно сказать, приятный, потому что я иду на святые земли. Кто может быть лучше этого? В дальнейшем, если не будет такой возможности, оставаться в мечетях, у меня палатка все есть, поэтому буду оставаться в палатке, ночевать на улице. Ничего страшного в этом нет. То, что усталость, у меня бывает, даже она теряется, когда меня поддерживают. Вот, поэтому очень приятно, дорогие братья и сестры, делайте, пожалуйста, дуа, чтобы я дошел в хадж. Вот, я не знаю, куда я дойду, но я вышел, я, Иншалам, стремлюсь, у меня намерение очень сильное, я, как бы, заднего, как говорится, заднего не дам, Иншалам. У Рашида в копилке чуть больше двух месяцев. Примерно столько и осталось до начала большого хаджа. Путь долгий и нелегкий, но Рашид убежден, он достойно преодолеет его. Решиться на такое смелое путешествие, когда пешее паломничество кажется уже чем-то немыслимым, уже половина дела. Курбан Рагимов, Нурмагмед Магомедов, телеканал ННТ. В Санкт-Петербурге прошел ифтар единства. Он собрал членов дагестанского землячества, северные столицы, а также представителей разных народностей и конфессий. Больше тысячи человек пришли на праздничный вечер, на котором были разыграны три путевки на Малый хадж и множество других ценных призов. Почетными гостями мероприятия стали заместитель муфтия Дагестана Абдулла Салимов, муфтия Петербурга Равиль Хазрат Панчеев, доктор исламских наук Абдулла Ацаев, представители Санкт-Петербургской епархии и другие общественные и религиозные деятели. Культурно-просветительский центр Дагестан в Санкт-Петербурге уже много лет проводит активную деятельность по объединению народов и конфессий. Именно сегодняшний ифтар, вот это собрание, когда представители правительства, будучи православными, цитируют священный Коран и поздравляют братьев-мусульман, я думаю, у недругов ничего не получилось. И доказательством является вот этот маджлис, вот это благодатное мероприятие. Данное мероприятие, оно носит практически сакральный смысл, позволяет объединить всех людей. Я рада, что меня здесь принимают как сестру. Спасибо за такие шикарные мероприятия, которые устраивают. И, конечно же, нашему имаму с КПЦД Казим Хаджи, спасибо ему огромное. Они тоже делают много работы, я это вижу. Лучшему очтецу Корана автомобиль «Лада Гранта» в Дербенте в эти дни проходит Всероссийский конкурс хафизов. Инициатором его проведения выступил глава Дагестана при поддержке Муфтията Республики. Мероприятие посвящено месяцу Рамадан. Оно проходит на территории мультимедийного фонтана. Лучшие знатоки Корана со всей страны в течение двух дней будут представлять общественности свои навыки по чтению Священного Писания. Нам очень отрадно то, что глава республики уделяет большое внимание нашему молодому поколению, чтобы они изучали Коран. Мы видели то, что президент нашей страны тоже, когда приезжал в наш город Дербент, какое он почтение и уважение проявлял к Священному Курану. По вечерам у нас проводятся ифтары, в торговых павильонах угощениях. По выходным дням у нас там выступают группы с нашидами. И одно из мероприятий, которое в рамках общего нашего месяца, это по поручению главы республики, это проведение конкурса чтёв Корана. Пусть Аллах вознаградит и примет всех, все дела организаторов этого мероприятия, кто соучастен к этому. Пусть Аллах примет и вознаградит всех и участников этого мероприятия. Призовой фонд конкурса составил 2 миллиона рублей. Главный приз – автомобиль достанется победителю. Церемония награждения пройдет 6 апреля на республиканском ифтаре, который также состоится в Дербенте с участием зарубежных гостей из арабских стран. А теперь о приятном. В Дагестане в связи с праздником Ураза-Байран три дня объявлены выходными. Это 10, 11 и 12 апреля. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Дагестана Абдул-Муслим Абдул-Муслимов. За этими нерабочими днями следуют суббота и воскресенье 13 и 14 апреля. А это значит, что дагестанцы смогут отдохнуть 5 дней. Напомним, что ранее глава республики Сергей Меликов принял решение об объявлении 10, 11 и 12 апреля нерабочими днями. Плохие новости для всех любителей спорта. Абдул-Рашид Садулаев не допущен к Олимпийскому отбору в Баку. Международный Олимпийский комитет включил титулованного вольника в санкционный список. Теперь участие самого популярного и яркого борца современности на играх в Париже под большим вопросом. Комиссия Всемирной Борцовской Федерации сообщает, что спортсмен получил отстранение из-за поддержки СВО и принадлежности к обществу «Динамо». Российская сторона оспорит это решение. Напомним, что Садулаев дважды побеждал на Олимпийских играх, а также пять раз становился чемпионом мира. Смотрите нас также на нашем телеграм-канале. А у меня на этом все. Добрых вам новостей и до встречи. Субтитры подогнал «Симон»!